В детском отделении Видновской больницы ребятам, вопреки распространенному мнению, скучать и грустить некогда. Можно с ребятами поиграть. Мы здесь постоянно играем. Всякие подделки делаем, стихи учим. Сейчас на лечении в этом отделении находится около 50 юных пациентов. Им от одного месяца до 18 лет. Занимается с ребятами Анна Николаевна, детский психолог. Она, как добрая фея, всегда готова помочь детям поддержать и утешить. Главное – найти занятие по душе, считает Анна. Тут книги, всякие игры забавные, интересные. И мелкая моторика, и сенсорика. В канун приближающегося праздника у ребят и персонала особая миссия. Мы к Новому году готовимся. Снежинки вырезаем, елки наряжаем, много чего делаем. Готовились к празднику не зря. В гости к детям на новогодние елочные огоньки заглянули Дед Мороз со Снегурочкой. Вот тут-то и началось веселье. Хороводы, стихи, загадки, смех. Дети улыбались и смеялись от души. Сколько на елочке шариков дымных, розовых пряников шишек золотых. Этот небольшой праздник для ребят был устроен правительством Московской области. До Нового года Дед Мороз навестит юных пациентов в больниц и в других городах Подмосковья. Это же дети. Их очень хочется, чтобы у них тоже был праздник. И чтобы, несмотря на то, что они себя сегодня плохо чувствуют, они знали, что о них заботятся, что их любят. И что губернатор Московской области помнит, что в Московской области в какой-то больнице есть Ваня или Петя или Маша, которым нужно, чтобы Дед Мороз обязательно принес подарок. Опять море эмоций и позитива. Это как я попал в детство. Я ощутил, когда мне было лет 9. Как бы взрослее, все забывается, уже более такие приоритеты растут. Вообще было очень здорово и весело. После такого количества положительных эмоций дети быстро пойдут на поправку и встретят Новый год дома. Татьяна Акимова, Татьяна Брылова и Адамия Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова